Издательство Эксмо. Юн Фоссе. Трилогия. Сны Улова. Что нынче ему надобно в Бьоргвин. Дело у него там. Он минует поворот и видит блеск фьорда. Видит потому, что нынче фьорд полон блеска. Иной раз фьорд впрямь блестит. И когда блестит, в нем отражаются горы. А где нет отражений, он на диво синий. И синий его блеск неприметно сливается с белизной и синевой неба, думает Улов. И замечает впереди на дороге человека. Довольно далеко впереди, правда. Но кто же это? Вроде бы знакомый. Пожалуй, где-то он его видал. Может, все дело в сгорбленной осанке? Хотя все ж таки у него нет уверенности, что он видал его раньше. И вообще, откуда здесь, на дороге в бармен, взялся этот человек? Обычно-то здесь не души. И вдруг на тебе. Мужик этот идет впереди по дороге. Ростом невелик, скорее приземист. Одет в черное, идет не спеша, чуть согнувшись. Тихонько, нога за ногу, сгорбленный, словно размышляя на ходу. Вот как он идет, шагает. На голове серый капюшон. И что ж это он идет, это так тихонько? Впрямь ведь тихонько. Улов-то нагонял его, хотя сам шагал не спеша. Но ему неохота идти тихонько. Хочется идти как можно быстрее. Ведь ему надо в Бьергвин сделать то, что задумал, а потом поскорее вернуться домой. Коста и малышу Сигвалду. Однако можно ли просто, словно так и надо, обогнать этого человека? Наверное, можно и нужно, думает Улов. И хотя идет тихонько, все равно приближается к прохожему. И как же этот человек тут очутился? Ведь народ сюда вовсе не забредал. С тех пор, как они живут в Бармане, никто здесь не появлялся. Так отчего же этот человек идет впереди него по дороге? Ровно препятствие какое. Ведь коли бы сам Улов шел размеренно, в том же темпе, как сейчас, как обычно, он бы давным-давно нагнал прохожего. А еще меньше времени потратил бы, если б шел вовсю прыть, мигом бы нагнал этого человека. Но тогда пришлось бы пройти мимо него. А проходить мимо Улову вовсе не хотелось. Ведь тогда человек этот посмотрит на него. А чего доброго еще и разговор затеет. Ну а он, Улов, не ровен часу знает его. Ведь может статься и вправду с ним знаком. Или встречал его раньше. Всякое может быть. А не то мужик этот, глядишь, узнает его. Ведь коли сам он этого мужика не знает. Тот-то вполне может его знать. Натурально. Может, аккурат потому сюда и явился, что разыскивал его. Может, и по дороге шел от того, что разыскивал. Шел из одного места, где искал его, в другое. Где тоже станет его искать. Кажись, так оно и есть, думает Улов. Мужик этот не иначе, как ищет именно его. Но почему? Почему ищет? С какой стати? И почему идет так тихо, думает Улов. И еще больше замедляет шаг. Глядит на фьорд. На блестящую его синеву. И с какой такой стати? Когда фьорд наконец-то полнится блеском. Впереди, как нарочно, идет этот человек. Черный, коренастый, сгорбленный, в сером капюшоне. Чего он хочет? Вряд ли ведь пришел с добром. Да нет, быть такого не может. Наверняка этому человеку ничего от него не нужно. С какой стати ему являться сюда и искать его? Отчего он-то этак думает? Отчего у него этакие мысли, думает Улов. Ох, лишь бы прохожий этот не оборачивался и не смотрел на него. Не желает он, чтобы тот его заприметил. Но мужчина идет до того тихо, что и он сам по неволе идет так же. Как вдруг прохожий человек останавливается, и Улов тоже останавливается. А останавливаться ему никак нельзя. Он же в Бьоргвин идет. Хочет поскорее добраться прямиком до Бьоргвина. Сделать свое дело и воротиться домой. А стало быть, не досуг ему стоять, да смотреть на прохожего впереди. Лучше бы не стоять, а припустить бегом. И вот так на бегу обогнать этого человека. А коли тот окликнет, не отвечать. Бежать во весь дух, обогнать его. И бежать дальше, дальше. Не в моготу ему этак вот стоять. Не в моготу этак вот идти. Тихонько, нога за ногу. Он этак не привык. Всегда шагал энергично, если не бегом бежал. Ведь иной раз и бежать случалось. Хоть и не слишком часто. Нет, так не годится, думает Улов. И начинает идти привычным манером, размеренно. И все больше приближается к прохожему человеку. А когда нагнал, очутился рядом, тот глянул на него. И Улов увидал, что это старик. А старик остановился. Неужто он, говорит старик. И тяжело вздыхает. Впрямь он самый, говорит он. А Улов идет себе дальше. Ведь старик чем-то ему знаком. Только вот где он его раньше видел? На Дюльгье, либо в Бьоргвине. Здесь-то в Бармене. Он его во всяком случае никогда не встречал. Это точно. Народ сюда не захаживал. По крайней мере, до нынешнего дня. Он никого не встречал. Да-да, он самый, говорит старик. А Улов идет себе дальше, не оборачивается. Ведь старик вроде как признал его. Не помнишь меня, говорит старик. Эй, ты ведь Аслик, говорит он. Я хочу поговорить с тобой, говорит он. Спросить надо кое о чем, говорит он. Можно сказать, я из-за тебя и пришел сюда, говорит он. Ты ведь знаешь меня, верно, говорит он. Асли, погоди, говорит он. Постой, Асли, говорит он. Ты же помнишь меня, говорит он. Неужто не помнишь, как мы последний раз встречались, говорит он. Помнишь ведь, говорит он. Конечно, помнишь, говорит он. Постой, поговори со мной маленько. Я ведь пришел повидать тебя, говорит он. Он намеренно отправился искать тебя, вас, то есть, коли на то пошло, говорит он. Люди сказывали, вы где-то здесь живете, и я сумел отыскать дом, где вы проживаете, говорит он. Асли, Асли, да постой же, говорит он. А Улов изо всех сил старается сообразить, кто таков этот старик, и почему называет его Асли, и о чем хочет с Асли потолковать.